Привиться и от ковида, и от гриппа можно не только в поликлинике по месту проживания, но и в специальных пунктах вакцинации. Они вновь заработали в Йошкар-Оле и в Медведево. Причина – рост заболеваемости среди населения. Последние два года, в связи с тем, что был масочный режим, активно, население гриппом не болело, поэтому я думаю, что иммунная прослойка против гриппа тоже ослабла. Поэтому сейчас мы отмечаем как наличие коронавирусной инфекции, так и наличие гриппа. Причем грипп – есть пандемический вариант H1N1 или так называемый свиной грипп. Напомню населению, это тот грипп, который в 2010 году выдал очень высокую смертность населения, в том числе у нас была и материнская смертность от этого штамма гриппа. Самое важное – это профилактика заболевания. Даже если возникнет коронавирусная инфекция, грипп, другие вирусные инфекции, то прививка, полученная накануне, ослабит течение заболевания, потому что в организме будут антитела, защищающие организм от инфекции. Профилактических препаратов в республике достаточно. Например, от гриппа можно привиться трех- или четырехвалентной вакциной. Что касается коронавируса, защититься от него можно внутримышечным или интраназальным способом. Также в республике закуплены тестовые системы, которые помогают врачам в постановке диагноза. Оба заболевания начинаются с высокой температуры, с насморка, кашля, боли в горле. А лечение кардинально отличается одно от другого. Противовирусные препараты при новой коронавирусной инфекции применяются, такие как фавипировир, орбидол, я как коммерческое название назвала, при гриппе азельтомовир или томифлю. При гриппе не применяются препараты аспирина и вообще препараты, разжижающие кровь, так называемые. При коронавирусной инфекции, наоборот, мы боремся с тромбозами. То есть, прямо вот в первые дни заболевания очень важно правильно поставить диагноз. Для этого в медицинских организациях имеются так называемые ИХ-тесты, иммунохимический анализ, который позволит буквально за 25 минут, по крайней мере, предположить диагноз коронавирусной инфекции. Согласно рекомендациям врачей, обезопасить себя и от коронавируса, и от гриппа теперь можно одномоментно. Пункты вакцинации работают в столичном Дворце культуры имени 30-летия Победы по будням с 10 до 16 часов, в субботу с 10 до 14 часов и в отделении Сбербанка на улице Войнов-интернационалистов 21А с 10 до 14 часов, а также в Медведевском доме культуры. Пациентов здесь ждут с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов.